Здравствуйте, друзья! Мы пришли к 15-й станции курса Гешера. Эта станция называется Нигун Души, Нигун Нефеш. Во-первых, что это такое Нигун? Нигун – это такой вид еврейской мелодии, музыки, песни, такое медитативное музыкальное произведение. Которая построена так, что она не заканчивается. Ее можно петь различными тонами, и она может являться собой как молитва. Так что, во-первых, если вам это интересно, наберите Нигун Баальшемту или какой-то еще Нигун. Надеюсь, что вы получите его в хорошем качестве. Мы, кстати, можем прикрепить несколько вариантов и послушайте его. Послушайте, как поет ваша душа. Что это такое Нигун Амерш? Нигун – это тогда, когда наша душа проявляется сама себе. Это как бы песня жизни. Это проявляется, когда у нас получается реализовать или начать реализовывать о том, о чем мы говорили до этого. Но, в принципе, это история, которая начинается прямо сейчас. Это такая реализация, когда все соединяется. То есть, когда наш разум и воображение соединяются. Когда наши эмоции не переливают нас, но мы чувствуем. Когда у нас есть ощущение, что все хорошо, и мы принимаем свою жизнь. Людям иногда кажется, что это как бы данность. Но это тоже решение. В конце книги Торы написано «Вэбахарта бахаим». То есть, человек может выбрать жизнь. Это как бы странная история, что Всевышний говорит человеку, у тебя есть смерть. И вместе с этим проклятием есть жизнь. И ты выберешь жизнь. То есть, в конце концов, со всеми нашими незнаниями, у нас есть всегда выбор в данный момент. Выбрать жизнь. И, во-первых, это выбор именно нашей жизни. Принятие. Все, что с нами было, где мы сейчас находимся, когда мы это принимаем, получается такой щелчок. То есть, такой переход, скажем так, из, можно сказать, иллюзии, из того, что мы идем куда-то, а не мы уже находимся сейчас. Проявляется мир. То есть, когда у нас есть мир между, внутри нашего внутреннего состояния, когда у нас есть шалом, то есть, это происходит из-за нашего решения. Когда мы принимаем себя, это происходит, может происходить после того, что мы находим в себе какие-то хорошие вещи. Может пройтись именно сейчас, когда мы знаем, что всегда есть дорога, и мы не ждем какого-то результата для того, чтобы начать жизнь. А мы начинаем ее, живем ее полностью сейчас в динамике и в ее красоте. И когда это получается, когда, ну, принимаем такое решение, что все изменится к лучшему с этого момента. Почему это может происходить? Потому что мы принимаем то, что Всевышний с нами. Мы принимаем, что все от Него. И Он самый лучший наш компаньон, друг, создатель этого мира. Надо это принять. У меня один есть хороший знакомый. Он сказал, а, кстати, он написал эту картину, его зовут Юль Токман, он написал книгу, в которой мы учимся, что он сказал то, что человек может сам выбирать, насколько он пускает Всевышнего в свою жизнь. В любом случае, компаньон с тем, кто сделал этот мир. У нас есть личные с ним отношения. И вопрос, насколько мы компаньон. Я выбор у человека. Когда мы понимаем, что все от Него, но вместе с этим у нас есть свобода своего внутреннего мира. Нас никто не может заставить, как чувствовать, что думать, как, какую коннотацию давать, какой смысл давать ситуациям и своей жизни. И вместе с этим, что все происходит, когда с нами, рядом с нами, находится Всевышний, мы всегда можем помолиться, мы всегда можем к Нему говорить, Ему сказать от чистого сердца, что мы думаем. И на этом основана вся книга псалмов Давида, все Таилии. И когда Давид разговаривал со Всевышним, делал в очень высоком состоянии, но иногда он говорит, что я червяк и не человек. На это, конечно, есть разные объяснения, но когда человек говорит с ним, тогда, кроме того, что это базовое искусство, кроме того, что это освобождает нас от негативных чувств, мы становимся ближе, пускаем Всевышнего в свою жизнь. И вместе с этим, то, что позволяет вот этому негону, этой мелодии, это благодарность Всевышнему за все. И надо начать, конечно, его благодарить сейчас же, когда человек начинает благодарить, и это делает в сознании, в сердце, в понимании. Вот тогда начинает или продолжает играть эта мелодия жизни. То есть мы начинаем ощущать этот даже не смысл, это намного больше. Это вот динамика, а не какая-то тотальная история. Это что-то, что течет, и мы вместе с этим находятся с нами и видят нас в каждый момент, видят наши мысли, это, но все равно мы хотим прямой контакт. Это мы говорим с ним через молитву или через разговор. И мы видим вот этот вот, и ощущаем негу. Что это за негу? Это когда наша внутренняя суть, вот то, что находится внутри нас, самый большой подарок. Это часть Всевышнего, которая находится в нас внутри, это наша душа. Когда мы даем этому месту, конечно, этот громадный процесс, это процесс, который связывает любовь и трепет между Всевышним. Конечно, через хорошие поступки, через внутреннюю работу, через все эти 500 советы, которые мы давали в этом курсе, через знание, что мысль управляет чувствами, что чувство, оно временное. Что с помощью разговора мы можем и решать проблемы, когда мы говорим что-то другому, самому лучшему, если мы говорим это Всевышним, когда мы соединяемся с тишиной, то есть отключаемся от всех гаджетов и находим момент побыть сами собой, не с мыслями, не с какими-то противоречиями внутри. Вот это вот все, о чем мы говорили в этом курсе, это все часть этого Нью-Гонда. Но включаться мы можем сейчас. Мы бы хотели сделать сессию с художником, который написал эту картину, написал книгу, и хотели бы услышать от вас какие-то вопросы. Вы можете их написать в мой Телеграм-канал, который находится в описании на экран. Может быть, он будет в одном из комментов внизу. Это Давид Дейч, Телеграм. Задавайте вопросы, задавайте вопросы по этому курсу. Мы постараемся сделать еще какие-то короткие видео с советами по станциям. Но это позже. И в принципе, что мы желаем? Во-первых, мы желаем знаний. Мы желаем вот этот вот «да». чтобы был баланс между нашими эмоциями и нашей головой, между логикой и фантазией. Между прошлым и будущим, когда мы находимся в этом моменте. Между местом тем, которое мы даем другим и собой. И вот это мы называем Нигун. Все это. Когда все это приходит в гармонию. И по факту мы эту гармонию не можем сделать. Мы можем только разрешить ей быть. Как мы это делаем? Мы говорим Всевышнему большое спасибо. Мы решаем, что сейчас это происходит. И мы принимаем эту жизнь. Мы выбираем жизнь. Как говорится, в Абахарат Абахай. Большое вам спасибо. Всего самого-самого наилучшего.